Школа-интернат номер 91 для детей-инвалидов в этом году ожидают большие изменения. Здесь на этот год запланирован капитальный ремонт кабинетов. На эти цели из областного бюджета выделили 11 миллионов рублей. А в следующем году обновят фасад образовательного учреждения. На это заложено 13 миллионов рублей. Кроме того, еще и самое интересное направление. Открываем картонарно-переплетную мастерскую, которая позволит детям вырабатывать компетенции, которые позволят им и трудоустроиться потом на рынке труда в регионе, ну и решить, так сказать, проблему, опять же, самореализации и социализации. В скором времени в учреждении также появится собственная типография, где будут изготавливаться книги на языке Брайля. Разнообразить планируют не только учебный процесс, но и спортивную жизнь ребят. Так на территории школы может появиться спортивный комплекс. Сейчас проект находится на стадии обсуждений. Директор образовательной организации Виктор Куприянов отметил, что ребята ведут здоровый образ жизни, при этом многие из них выбирают активный спорт. Однако в Министерстве просвещения Ульяновской области считают нецелесообразным строить ФОК, так как воспитанникам школы-интерната в большинстве своем серьезная физическая нагрузка противопоказана. Что касается ФОК, дети наши страдают гиподинамией. Естественно, им нужно как можно больше двигаться, причем самостоятельно они это сделать не могут. Это помогает снять спазм мышц и реализоваться в двигательном процессе. Сейчас физкультуры воспитанники школы-интерната занимаются в спортивном зале в главном здании. На территории организации также расположена площадка с уличными тренажерами. Напомним, что в школе-интернате номер 91 обучается 192 человека, из них 20 человек дошколята.